всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня поставил другой объектив полтос ну вот получается как получается посмотришься что из всего этого выйдет картинка пока мне нравится больше но вот мало я в нее вхожу я когда разговариваю руками жестикулировать рукав практически не видно тут вот 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 но посмотрим первый раз так вот сегодня у нас будет бритьё бритьё будет полностью на тех предметах которые появились на канале благодаря нашим подписчикам кто это что это из чего это сделано вы идите на крупный план смотрите трогайте щупайте а я начинаю скажу лишь что этого ждали уже давно ну надеюсь вам понравится все догоняйте предметы сегодняшнего обзора другим а я теперь во всем по порядку начиная конечно же бритвы весит набор от английской компании bluebird ревенш я смогу вам показать благодаря михайла поточенко он у нас переехал чешскую республику вот оттуда вся эта красота к нам пришла бритва у себя на родине она стоит 34 99 фунта стильного за эти деньги вы получите коробку средней полиграфии почему я говорю средний потому что она не дешманская и она не лакшери не люксовое исполнение поэтому для меня она и средний на этой коробке ну есть вся необходимая компания которую пошла нужным фирма разместить но судя по тому что я прочел о бритве я во всех остальных изделиях компании на сайте здесь ну минимум полезной информации здесь больше восторгов какая компания была до сервенш замечательной как ее признают во всем мире это нехорошо неплохо просто констатирую факты все внутри никаких паспортов вообще ничего вот такая вот просто вот штучка вот то есть лишнее подтверждение тому что это все таки перед нами масс-маркет сама бритва да это трех составная по поводу материалов компания красиво так сказала она призывает всех людей кто заглянул к ним объявить войну жесткой щетине при помощи их бритвы катлас это одна лезвенная бритва выполнена блестящим темно-сером цвете акцент на цвет отличается прочностью от алюминиевого корпуса до головы из цинкового сплава прочная накатка на ручки и наш легендарный логотип йо-хо-хо и что там еще в виде черепа искрещенных костей завершают внешний вид этой прочной бритвы без пластика плюс ко всему компания дает пожизненную гарантию на эту бритву у себя на сайте ну что же за эти деньги мы имеем за эти деньги мы имеем инструмент общей длиной 99 8 миллиметра голова при длине головы 40,8 ширине 24 55 ручка 12 2 в диаметре при длине 91 миллиметр общий вес всей конструкции 58 72 вес головы 32 55 а вес ручки отдельно 26,2 грамма ну то есть по всем по характеристикам это среднее изделие средний вес средние размеры ручка да выглядит гротно на самом деле она не такая уж и грозная я думаю что подскальзывать будет насколько ну посмотрим во время бритья дело в том что здесь ярко выраженных навеший нет они не будут цеплять вашу руку с одной стороны хорошо не будут царапать с другой стороны но насколько прочно это мы с вами во время бритья то и узнаем выглядит эта красота вот так вот сама голова ну да конечно куда без черепа то с черепом тут все нормально все в порядке именно благодаря тому что я насмотрелся свое время на этот череп у нас на байкале появилась надпись байкал за что меня тут пацаны гоняли блины в хвост и гриву викторич какого хрена ты тут нарисовал нам что-то там а я сидел и думал вот смотри люди рисуют вроде норм а чё байкал то людям не нравится но потом только до меня стало доходить ну как бы тут видите тут вот там байкал может быть из-за этого так хватит патетики дальше голова ребят но вот с этой стороны это копия 89 вот так вот я ее воспринимаю насечка на гарде до другая а вот как только эту нижнюю плиту переворачиваю не становится сразу грустно объясню почему потому что вот эти вот ребрышки здесь я не единожды встречал на бритвах из китая не раз и не два и не три это не хорошо не плохо это просто мои догадки и вторично мои догадки подкрепляется еще и ценой это бритва 34 фунта но 35 фунтов стерлингов я думаю если бы они всю эту красоту делали у себя на родине стоило бы это все гораздо дороже ну и крышка тоже сделано литьем это же цинковый сплав анодирование до симпатичная да нормально и давайте знаете что давайте что полностью все вот испытать типа мы вот с вами новички пили лезвие от этой компании так вот так вот смотрите сколько тут вкладышей и от дырный дыр а ну прям с запасом и на этом лезвие сегодня и попытаемся побриться спасибо михаилу михайло михайло за то что вот такой весь full set прислал на лезвие никакой маркировки вообще ничего нет не удивили потому что другие компании иногда точно так же поступают и точно так же делает и помудрите или четвертый случай который я так встретил ход резьбы нормальный без каких-либо закусываний вот сейчас уже с металлом встретилась и так оба и где-то еще примерно ну на четверть оборота можно провернуть это говорит о том что если для кого-то эта бритва покажется мягкой всегда есть возможность на четверть оборота открутить и эта бритва будет слегка поагрессивнее да этот возможность есть давайте посмотрим что у нас тут с лезвием обратите внимание ушки подтарчивают у нее длина головы практически то же самое что и у рокула то есть да они торчат ну де-факто а де юра они вас беспокоить не будут потому что он слишком мало они торчат ну и сверху все нормально все хорошо вот такой красотой мы сегодня с вами ребята и побреемся пошли дальше помогу но и помазок собственно 999 это косарь с лишним что же за косарь с лишним вы получите коробочка коробочка масс-маркет обыкновенная но хорошая неплохая не не лакшери просто обыкновенная масс-маркет ская коробка на ней написано как назвали помазок это dublon brush 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 как как правильно сайт компании описание что этим помазком вы можете делать что это очень хороший помог что он дружественный для веганов потому что это синтетика ну и плюс ко всему вы конечно можете взять крем компании с кремом компании вам будет вообще просто счастье немного соцсетей которые в которых присутствует компания ну и медаль медаль или звезды ли что это груминговая компания ли это общее общество там в англии что они это все дело признали давайте уже открывать и смотреть вот такая зверюга зверюга весом 39 грамм размер узла по диаметру это всего лишь 20 миллиметров на наружу здесь это выходит примерно где-то 21 с половиной длина узла а общая длина 100 а длина узла 54 а длина ручки 46 ручка ребята сделано из нашей любимой замечательной березы где они берут в англию не знаю возможно она там и есть но говорят что все-таки береза ну и черепушек костями конечно как без нее форма ручки ну вот вот так вот вам скорее всего будет удобно если у вас пальцы развиты и вот так вот работать вот так ну вот как то так ну посмотрим посмотрим что будем забегать помазок что у нас сегодня будет сбивать отбивать будет отбивать будет с крем от нашей российской компании спивак с твердым знаком на конце крем для бритья корейца давайте вам покрупнее сделаем уж что-то для себя нужно вы видите благодаря владиславу я смогу побрить сегодня этой штукой он предупредил что у него на этот крем возможно аллергия горит викторич ты у себя попробуй возьми то где-то там мазани чуть-чуть и посмотри мазать я не буду потому что у меня еще ни разу такой штуки не было и тем более корицу я люблю возможно что-то может и будет ну я не боюсь ничего страшного что этот крем из себя представляет внутри достаточно жиденький и корицей до корицей пахнет как я люблю а сама компания говорит что это терпкий пряный аромат так вот так вот будет правильно обеспечивает идеальное скольжение густая обильная пена крема делает процесс бритья комфортным и эффективным этот крем для бритья сварен по классической рецептуре именно такие крема использовали цирюльники не содержит синтетических павов болеин хлопцы а кто знает классический рецепт по которым именно в цирюльных брилли я вот например нет и откуда спивак узнал этот рецепт очень интересно очень в составе есть вода калевые натриевые соли кокосовое масло стерийного кислота глицерин соль эфирные масла корицы индийского базилика натриевой соли борной и кремниевых кислот но вот это вот тем кто не сумел прочитать верх ногами мелким шрифтом вот давайте попробуем что такое а полироваться сегодня вместо что автошеева у нас будет красота ребята со страшным могучим шикарным и таким вот таким названием каяпут гурь юнский бальзам ребята и вся эта красота еще и с алкоголем аж 30 процентов и во всей этой красоте столько тут всего интересного прочитал так сейчас секундочку спиртовый лосьон после бритья обжигает ребята только послушайте мягонько мягонько обжигает если кто не в курсе здесь даже вот белым написали по зеленому мягонько я уже его люблю терпкий холодный травяносто свежий эвкалит ментол и хвоя камфорный и сладость алоэ вера глицерин гидролат лаванды квасцы спирт 30 и запить все это можно будет экстрактом зеленого чая о как и все это 100 миллилитров и все это 400 рублей и все это вот еще вот и состав и обязательно так как это натур продукт нужно будет встряхнуть перед употреблением ребята я уже понюхал мне понравилось если это на самом деле каяпута я его любить буду самое главное тут спирт есть а дальше разберемся вот все пошли бриться компресс готов давайте попробуем что же у нас все-таки с кремом то для бритья нашим российским от компании спивак да или кто-то как-то там называют сюда спивак с мягким на его твердым знаком возможно такую вот горошину и вопреки советам компании не начну убивать а просто нанесу на лицо пускай маленько покушает корица вообще шикарная это знаете как корица с эвкалиптом корица что-то таким на эти вот легким легким холодком но мне нравится нравится пускай это будет наш фундамент но теперь попробуем сделать то что компания собственно и советовала сбить это в чашу она советовала и так и так вот попробуем все-таки в чаши для этого я взял свою старую добрую которая меня выручала уже но я не знаю год даже может быть больше прежде чем я сподобился приобрести специальную чашу для бритья так вот тут я не знаю горошина не горошина сколько их тут всяких горошин попробуем скалашматить что-то в чаши я наверное больше этот объектив не буду использовать он в этот фикс и тут надо сидеть на постоянном расстоянии а это расстояние гораздо больше того вот я сейчас сижу вот это все на вытянутых руках вот делать чтоб вам было видно понимаете то есть ну некоторые неудобцы все же есть ну посмотрим посмотрим как там приноровиться ну да какая-то пена сбивается что-то там есть такое еще маленечко водички и все ну благодаря тому что мы с вами фундамент на лице заложили я просто не могу ближе подойти понимаете вот хотя почему не могу автофокус если вырубить так организуется времени не обращайте внимание благодаря тому фундаменту который мы сейчас с вами на лицо нанесли мы сейчас вот после того как возьмем эту пенку нам даже еще легче будет вот смотрите вот это выемка да она не только помогает по мазку не выскальзывать из руки но она еще и как бы цепляется за чашу интересно ну а теперь еще один компресс и наносим хорошо полтинник портретник хороший но вот здесь вот сейчас данном случае наверно все-таки 35 бы больше подошел взяли совсем немного пены и давайте уже распределить так иди сюда помазок да вот эти выступы помогают держать вполне себе прилично и не напряжно то что они будут помогать держать я даже секунды не сомневался мне просто немного показалось что будет пальцем напряжно уставать будут мне нифига не устают нормально хорошо ну по фундаменту смотрели какой с вами пену наворотили но а теперь для прикола просто сравниваем оксетан из прошлого обзора да там где много матерился и вел себя плохо больше не буду ребят нет таким на следующую сторону еще маленькой воды опа раскоряка тоже хорошо работает ну я этот помазок уже чувствую как хороший то есть он мне нравится с ручкой с ручкой да есть вопросы для меня она слишком маленькая не вот эти вот ободки вот лучше в другую форму чтоб я мог вот так вот пальцами взять а так и видите не могу ободки мешают их его мою оба америка и уропа так ну что ж пожалуй все греем нашу бритву видно там к грену видно хорошо ну поехали да пальчики пальчики ты это не восемьдесят девятое это интереснее насколько сейчас посмотрим и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а потом как-то повыкся, я сейчас по-другому... Наверное, уже и не хотел бы... Мог бы, но не хотел бы... Когда сидишь... Но ощущения другие... Приходит какая-то неторопливость, безмятежность, спокойность на душе... Понятно, что у тебя в квартире это сделать, конечно же... Ну практически нереально... Разве что... У кого-то дома завалялся барный стул... Такой на высоких ножках... Тогда да... Что-то там можно придумать и тоже маловероятно... Ну а на стремянке сидеть... Ну не, не то... Так вот... Мыло... По скольжению более чем... Сейчас бритва шла, я даже не заметил как она шла... И... Честно сказать... Ну я удивлён... Удивлён... Ну удивлён... Правда удивлён... Понравилось... Реально понравилось... Давайте посмотрим, что дальше будет... Так... Ещё раз пальчики... Ну вот слышали, да? Сейчас на второй проход проходил... Уже без мыла и шло нормально... Так... А... С模ка с пиел, я просто, давай... Да... Той... Зачия можно и через... Той... Как, честно, вот... Доволь... Зачий... 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 Вёне... Зачий... Зачий... Станок способен собирать приличное количество пены Так, ну и вуаля! Что же мы по факту имеем? Очень-очень интересно мы с вами имеем Гораздо интереснее, чем наследие Вот здесь кое-где еще кое-что осталось Опа, пометим Так, здесь нифига ничего не осталось А вот здесь пометим Так, все, а теперь эти маркеры, которые мы с вами оставили Мы их сейчас уберем нафиг Что-то я себе там все-таки зацепил Мыло, воду любит Два движка и все И прям Прям Пастернак Залипает Все, ребята, компресс и автошериф Я считаю, что уже процесс завершен Ну и самое время за автошерифа Хорошо Так Ну и что по факту мы имеем? Да, легкие прокраснения все же есть Вот здесь вот каким-то макаром совершенно непонятным Успел себе запердолить Ну, в смысле, что-то там порезал А вот так вот значительно лучше Итак, Каяпут Каяпут Грюнский Ребят, я, собственно, обратил-то на этот автошериф Внимание, благодаря... Вот столько мы накапаем сейчас Вот так вот немного Понюшку Благодаря названию Потому что название Но оно не оставляет равнодушно Ух ты, мама дорогая Ух Тема Тема Ну, наверное Вот сам для себя Первое, на что я обратил на этом флаконе Нет названия Каяпут Грюнский Сразу же в голову лезут всякие там Каяпут с ними Каяпут с нами Да прибудет с нами сила Каяпута Каяпут всем Ну, то есть, вот Что-то такое есть Цепляет Потом, когда начинаешь чуточку больше разбираться Ну, в смысле, там Копать, рыть, гуглить То есть, вот это десятый Выясняется Что масло Каяпута Делают из Каяпутового дерева Которое растет вовсе даже нафиг не у нас А где-то там На Буржуев И Очень даже хорошая полезная штука А оно, как Сейчас я вам скажу Свойства этого масла Очень схожи с маслом чайного дерева Однако, каяпутовое Дает более усиленное действие А оно Особенно полезно Для обладателей Ой, ментол шибет хорошо Для обладателей жирной кожи Если мы говорим о косметическом применении А оно Способно оказывать положительную динамику В борьбе с угревой сыпью И гнанечковыми высыпаниями Также его рекомендуют Для борьбы с перхотью На бороде у кого-то есть перхоть? Поможет Так, каяпутовое масло Считают одним из Самых антисептических средств И самым сильным Жаропонижающим Патагонным И прочим Но это нам уже не интересно Так вот Второе, на что вы обратите внимание Это запах Запах, ребята Просто шо пипец Запах посвящается Всем натуралам Вот кто любит Вот кто любит что-то Лесное Травянистое Природное Луговое Озерное Там не какая-то тина Там или еще что-то А вот прям Свежесть вот эта Вот Ой, какое оно хорошее Здесь черпкость Она ощущается только в качестве ноты Вот знаете, вот как акцент Так вот знаете Пум Вот есть у вас что-то белое Вот белую кашу Допустим вы приготовили Но не бухаете туда Там сто пятьсот ложек Малинового варенья А просто берете Так вот Ложку малинового варенья Набрали Так бам С капельку поставили Она падает на эту кашу А так как каша у вас молочная И там да Молоко априори присутствует У вас это малиновое варенье Начинает вот так вот Виточками расходиться И получается со временем Если вы сразу все не сожрете Как такие знаете Вот Лучики расходятся Так вот таким лучиком Здесь вот эта терпкость Есть Но блин Как же она хороша Это как строгий учитель Когда вот В классе там творится Не весь что А учитель заходит Так вот цирк Вот так вот одним сгладом Там даже указкой по столу Не надо стучать Моих ученики все бам С стройными рядами И по партам Разбежали Все нормально Вот так здесь терпкость работает От чего это терпкость Я не знаю Но запах ребята Она организует Что здрасте Просто хорошо Ментол Ну секунд 15-20 Он мне по шарам Что-то там оказывал Но тут же все прошло И сейчас на лице Так хорошо Летом Это незаменимая вещь Не сейчас Нет Сейчас прохладно Ну и кто любит Может и сейчас конечно Но он выдержанный И он Не всепоглощающий И он Ну он Вежливый что ли Интеллигентный Ментол Вот такой Но сам запах Очень хороший Очень хороший Ребят Вот то что предыдущее Аще Было Но оно Я не смогу его оценить Полностью И по достоинствам Это Ну скажем так Это сможет сделать только человек Которому это надо Понимаете Вот которому Вот 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 он Ему нужно что-то Безалкогольное Потому что он этим пользуется Всегда Потому что для него Это нужно А для меня нужно Что-то алкогольное Я его люблю Я его не боюсь У меня кожа комбинированная Нормальная С жирным Вот то есть Это вот то что Вот мое родное И вот Вот это я могу оценить По достоинству Это пипец Что за бомба Это просто Очень вкусно Очень хорошо Здорово пахнет Здесь да Полно уходовых И буквально через 2-3 минуты После применения Вот этой штуки У вас на лице Будет полная шагрень И благолепие Номер 5 Вот этому лосьону Я готов дать 5 За его свойства За его действия Почему 5 Потому что Вот что вы ждете От лосьона То оно вам и сделает Вот вы ждете Что оно успокоит Остановит Да кстати кровь Там квасцы То есть все Пятое-десятое Тоже все есть Все останавливает Ну видите Уже не идет Уже просто пятнышко Но дело даже не в этом Вот то что оно Мне в душе дает Вот для меня Это значит Гораздо больше Это легкая Легкая свежесть От ментола Которая дублируется Свежим запахом Свежим лесным Озерным Каким-то вот Луговым Каким-то знаете Вот как вот Идешь в темном лесу Да И вот ты чувствуешь Вот этот вот запах Запах Мощи вот этой лесной А потом хлоп на лесную В опушку выходишь Где лучик солнца пробился И вот эта вот лесная Внутренняя прохлада Между деревьев Сменяется теплотой Этой луговой теплотой И тебе становится хорошо А запахи Не делись никуда Они вот Они все здесь рядом И они остаются Вот Вот так вот это вот играет Это просто бомбическая Офигительная штука Вот Вот сейчас вот убери Вот ТДС И все свои лосьоны Даже те которые я не пробовал Хотя грубо об этом говорить Но вот Вот это Вот если хотя бы вот это одно Они выпустили Это вот за это Уже можно было бы просто сказать Огромное-огромное спасибо Молодцы ребята Молодцы то что оторвали жопу И сделали вот такую великолепную Хорошую вещь Вот сейчас вот уберите Вот этот вот видос Уберите мой обзор Уберите его просто в сторону Видос он как катализатор Возможно он кому-то поможет Быстрее сориентироваться Кому-то нет Но не суть Убрать этот видос И спустя где-то месяц Два-три-пять С начала выхода Вот этого лосьона Вы по людям Сами поймете Как они его раскусят И как они его будут выгребать лопатой Потому что хорошее Но оно все равно проявится Чуть больше спустя больше времени Но все равно проявится Вот это Эта тема ребята Эта вещь Вот это Я настоятельно рекомендую А к тому пятаку Который дал ему за свои свойства Отдельно хочу добавить Три балла За его запах Особенно то что мне его понравилось Это то что он высох быстро За три минуты И то что он после себя оставил Оставил ребята Что пипец Очень хорошо оставил Кому не могу рекомендовать этот лосьон ребята Тем кто не любит Блин встряхнуть забыл Аааа Оборона все пропала Половина каяпута на донышке осталась Чтоб меня мухи съели Пу-пу-пу Не дай бог Так вот Не могу рекомендовать его тем кто не любит ментол Ментол здесь вот Если брать шкалу от нуля до десяти Ментол где-то примерно на 5-6 баллов То есть вот так вот Он где-то в два раза больше чем в дежабьюхе Но он здесь средневыраженный Такой Тем кто любит на 10 баллов Ребята тоже не рекомендую Потому что его здесь всего лишь на 5-6 Не более того Но вещь знатная Вещь знойная И вещь шикарная Ух! Да я его практически люблю Не отдам себе Оставлю Так вот Дальше Мыло Аааа В самом начале надо было сказать Ну Я корицу люблю И так все это знаете Но я не побоялся Побрился сразу Никаких аллергических Кроме на бритву Не заработал Так вот сразу надо было сказать Владиславу Бакшееву И Михаила Поточенко Огромное спасибо Благодаря вам И именно парни состоялся Сегодняшний обзор Если бы не то что вы прислали Его бы и не было Ну вот Про ТДС уже рассказал Теперь парням должное отдал Крем для бритья корица Удивлен Удивлен Да честно сказать и поражен Потому что Работа Вот для меня лично Для меня лично Работа этого крема Она не соответствует Его внешнему виду То есть вот внешний вид Ой ты иди сюда Ну что это такое Ну ни звезду Ни красную армию Скромная коробочка какая-то Совершенно застенчивая Такая серая мышка Будет стоять Мимо пройдет Не заметите нифига А внутри то что спрятано А внутри хорошо спрятано Да и есть конечно люди У которых аллергия на корицу Ребята тут смотрите сами Вот действительно Как Владислав мне советовал Там возьмите кусочек Там себе куда-то На такое вот место Забабашьте И посмотрите Что с вами будет Если остался живой В течение получаса И там никаких покраснений Ничего нету Тогда да Тогда пользуйтесь Ну а если там покраснения пошли Ну тогда лучше конечно не надо А все остальное Ребята Пять Пенообразование Скольжение Стойкость пены Внешний вид Антураж Эстетика Вот это знаете Вся вот эта вот Вот эта вот Которая вот у пены должна быть Она здесь есть Она просто присутствует В полной мере Запах корицы Так как он для меня Чрезвычайно комплиментарен Я кайфовал от него Наверное где-то Первые 15-20 минут Потом я уже просто Меньше его стал замечать И стал просто комфортно Чувствовать в облаке Этого запаха Ну и просто кайфовал Просто кайфовал Но не чрезмерен Во время бритья Конечно же Вы будете его чувствовать Но он не такой Что знаете Как-то выбивает склей Фу-фу-фу Ты мне надоел Отвали Да я тебя люблю Ну сколько можно Нет Такого не будет Такого не будет Понравилось Очень понравилось Ну и с пиваком Ну ребята Ну молодцы Молодцы Хорошую штуку сделали Ну и цена Сколько он там стоит Господи 120 рублей За такую банку Да это вообще ни о чем Интересно Интересно Очень интересно Пошли дальше Лезвия Не знаю как они вообще Не знаю как будет Что потом Вообще в принципе Но сегодня Я их воспринял Знаете что-то Сродни Ну вот до полсильвера Не дотягивают Где-то в районе Зеленой астры Вот там где-то Они у меня приземлились Там плюс-минус Что-то вот такое С мягкими Типа РПЛ И же с ними Не путать Ни в коем случае Вот для меня Лично Эти лезвия Где-то в средней ниши То есть они Средние по остроте Средние по Агрессивности Средние по мягкости Но они чуточку Контрастнее Чем полсильвер Они не такие Мягкие Как жилец Сильвер То есть вот Что-то в них Все-таки Какая-то изюминка Есть Бреют хорошо Как побрились Мне понравилось Мне не понравилась Вот эта вот Плямба Которая здесь Осталась Но я ее списываю Не на лезер Я ее списываю В станок Потому что В станке Присутствует Сейчас секундочку Присутствует Некая угловатость И вот Каждый раз Когда я вот здесь Вот так вот шел Мне как-то было Ну несколько Не камильфо Почему именно С этой стороны А не с обоих Я не знаю Не могу объяснить Но каждый раз Когда я вот здесь Вот проводил Я это чувствовал Ну может быть Исподволь как-то Можно объяснить Что вот именно Эта сторона У меня самая такая Фуфуфушная То есть она какая-то Знаете Как вот Вот прям Вот привереда Блин Вот да и что-нибудь Такое Что ого Вот тогда я краснеть Не буду А так что-то Чуть-чуть Не по ней Вот сразу Краснотой идет Ну прям Засранка Работать мне с ней надо Так Это К станку еще рано Помазок Если честно Затрахал меня Эта камера Nikon 5200 Хорошая Все у нее Зашибись Все у нее нормально С ней можно работать И картинку дает В принципе Неплохую Объективы Только подобрать Вот этот полтос Он нафиг не нужен Потому что он тут Половину нужного Скрывает Но дело не в этом Самый главный Минус Который для меня есть Он пишет видео Всего 20 минут И Ну ты Блин Интеллигентный фотоаппарат Ну ты видишь Там 30 секунд Осталось Минута Ну ты предупреди Заставку какую-то На экран Там будильник Или еще что-то Поставь такое Кстати будильник На телефон на 20 минут Ставить Пускай он предупреждает И все И было бы достаточно Я вижу время Кончается Хлоп И переключил Заново А он Как скунс Молча так Пымс И все И вырубился А на экране Там не видно нифига Потому что циферки Не то что маленькие Они еще и белые Ну и на светлом фоне Ну как Вот что я сейчас Вот что упустил Вот И У вас не спросишь Вы только затор мне скажете А сегодня это никто не скажет Так ладно Если вдруг что-то упустили Вот эта штука 8 баллов И прям огонь Вот эта штука 7 баллов 5 за все ее свойства 7 добавил бы еще За запах И по соотношению Цена-качество Пожалуй добавил бы еще 1 балл Это 8 8 получается То есть Ну Ребята Вот такая банка За 120 рублей Дает вообще ни о чем При всех ее свойствах Просто Дурмашина Шикарная Обалденная Ограничение Единственное Если у вас будет На корицу аллергия Если у вас этого нет Берите Даже не думайте Вещь Лезвие Хорошие лезвия Понравились Это не мягкие Это не острые Это средние До полсильвера По контрастности Не дотягиваются Здесь контрастность Такая Порезче Такого Они более контрастные До мягкости Жилет Сильвера Жилет Блу Тоже не дотягивает Они Несколько Так Ну Более Ну Не агрессивные Что ли Они менее Комплементарные Более резкие Не до бесконечности То есть Поблюз Это все таки По человечески Хотя Вот эту красноту Дурацкую Все таки Поставили Думаю Что многим понравится Хорошая штука Че еще Не успел Помазок Помазок Хороший Хороший За свои деньги Просто находка Мне понравился Понятно Что узел Не сами делают Понятно Что березу Скорее всего В России Сперли Хотя Может быть У них в Англии Тоже растет Но тем не менее Помазок хороший Помазок Засчетный И недорогой 100 рублей 1000 рублей Там 9 из 99 Это где-то 1200 Да 1300 Вполне себе Рекомендую Имховая Ручка Ручку На более объемную Заменил Чтобы пальцы Меньше уставали А так вот Хват только здесь А все остальное Ну просто зашибись Мне очень понравилось Бритва Бритва В раздумьях Ребята Я не знаю Что о ней сказать С одной стороны Выглядит Как 89 В действии Таковой И не является Она бреет Более комплементарно Но при всем При том Что-то от 89 Там все-таки Остается И вот это вот Остается Видимо Вот и повлияло На то Что я вот здесь У себя Слегонца Все-таки разнес Можно ли И бритв Да конечно Можно Можно Воевать С жесткой щетиной Как призывает Компания Да Да Что нет Подберите себе Лезвие И будет вам счастье Ну а по поводу Цены Да я фиг его знает Ну Я рад за компанию Заказать все В Китае И продавать все За 35 фунтов Стерлингов То есть Грубо говоря За 3,5 тысячи рублей Почти за 4 Ну нормально То что они это делают Не у себя Это точно 100% Я вот сейчас Вот Чуйка мне подсказывает Понимаете Вот с вероятностью 98-99% Это Китай Но вполне себе Приличный С хорошим Нормальным покрытием И в принципе С работающей резьбой Нет никаких перекосов При установке Лезвия Ну то есть Ну вполне приличный Китай Ну и вполне Приличный инструмент Каких-то Особых Вау Нет Такого нету Ну и от такого Изделия Изделия такого ранга Ну конечно же Такого ждать Тоже не приходится Редко Очень редко Очень-очень-очень При очень-очень Редко Бывает что Изделия масс-маркета Торкают так Чтобы Вышибают Да нахрена мне Бритвы за 200 баксов Нет Это не тот случай Ну бритва Вполне себе Нормально То есть По общим критериям По пятибалльной шкале Я дал бы Ну 4 балла И хорошо И нормально Вполне себе Рабочий инструмент Ну а это Любовь моя Мне очень понравилось Очень понравилось Удивлен Поражен И доволен Что у нас в России Вот есть Вот такие вот штуки Ни с чем западным Не сравните Оценить по достоинству Сможет только русский Русский Я имею ввиду Не по национальности Русский в душе Русский внутри Все кто знает русский язык И могут говорить на нем Для меня они русские Потому что Если ты научился Говорить по-русски Значит ты уже и думать Можешь по-русски А думать по-русски Ну блин Ты наш Ты русский И совершенно не важно Что у тебя там написано В партнете Так что вот На этом Да на этом пожалуй Что и все Разрешите с вами попрощаться Добра, счастья, радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья И сейчас скоро Уже поближе к Новому году Будут появляться Всякие новости Ну Насколько они Короче С тайгой скорее всего В этом году не успеем Ребята Это предварительный анализ Потому что Ювелир выходит Только в следующий понедельник Ну только через 3 дня И что там Как там будет Ну посмотрим Будем стараться Но успеем ли Я не знаю Но будем стараться Ну вот Вот и все А И кстати Хотел Джаггера пустить На следующий обзор Если поддерживаете Скажите об этом Если нет Ну давайте что-нибудь другое Все Пока-пока До новых встреч Берегите себя Подписывайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok